Всем большой привет! Хочу показать свои пустые баночки июля. Ввиду того, что я уезжаю до конца этого месяца, я решила заранее их снять и показать уже, чтобы выкинуть и ничего у меня дома не валялось. Начну с краски, которая стала уже хитом Ютуба. Это от L'Oreal, кастинг Крем Глосс. У меня номер 432, шоколадный трюфель. Мне ее присылала Викуля Попридухина. Вика, спасибо тебе огромное! Привет тебе большой! У меня как Вика, так и Юлюня присылали краски. Вот Вика мне шоколадный трюфель, а Юленька мне прислала каштан. И что та, что эта, мне очень нравится. Чуть-чуть шоколадный трюфель посветлее и более вот такой вот оттенок дает. А каштан, она более темная. Более черный такой цвет. Обе нравятся краски. А вообще вот эта краска настолько замечательна. Если, девчонки, вы чем-то красите и вам не нравится эффект на волосах, не нравится, что может волосы сыпятся и как-то тяжело реагируют на краску, то попробуйте вот эту. Она действительно щадящая и хорошая. Краска хороша тем, вот я сразу покажу ее состав, она хороша тем, что надо на влажные волосы наносить. И благодаря этому расходуется более экономно. Покажу шампунь и бальзам. Вот такая пара закончилась у моей мамы. Я тоже пользовалась, чтобы проверить, потестировать и рассказать свое мнение. Шампунь идет от Фаберлика Этноботаника. Укрепление от корней до кончиков. Для ослабленных и склонных к выпадению волос цветок Тиаре входит ягоды Асаи, масло Макадамии. Ну, если волосы выпадают, то они продолжат выпадать. То есть этот шампунь, конечно же, не поможет. Волосы промывает эта пара хорошо и неплохо расчесываются они после нее. Ничего плохого сказать не могу. Вот те шампуни, например, где очень много силиконов, они, естественно, лучше. Лучше в том плане, что расческа прямо скользит. Тут не так, конечно, шикарно, но вполне хорошо себя чувствуют волосы после этой пары. Но, естественно, проблему выпадения волос эта пара не решает. Ее решают уже другие средства. Соль. Вот такая соль для ванны у меня закончилась. Мне ее присылала Гульнара Мегдеева. Гулечка, спасибо тебе огромное. Соль хорошая, она действительно натуральная. Вот как здесь написано, 100% натуральная, природная. Это действительно так. Я даже специально сохранила крупные частички. Вы посмотрите, она прямо крупная-крупная. Это ее, может быть, в чем-то, кто-то скажет минус, что вот такие гранулы крупные. Это самые крупные, остальные были мелкие. То есть не подумайте, что вся пачка была в таких. Я их просто выловила. Но то, что она действительно, знаете, как лопатой накопана у моря, что вот она вот такая натуральная, они, естественно, эти солевые камушки тоже можно их растворить. Просто я не стала и решила показать вот такую ее натуральность. Вот. Ну, может быть, это, конечно, и смешно, но захотелось мне. Следующее я хочу показать. Жидкое мыло. Мне его присылала Катюшка Минченкова. Привет тебе, Катюш. Огромный. И огромное спасибо. От Organic Shop мылом я не пользовалась никогда. Оно идет для рук питательное. Действительно питательное. У него, ну, не знаю, это минус или как, оно немножко жидковатое было. Но двух нажатий достаточно было, чтобы прям вот хорошо промылить ручки. Очень экономичные, потому что тут 500 мл их хватило надолго. Вот намного больше месяца. Но нас 4 человека в семье. Лето, жара, ребенок гуляет. Кот, после которого тоже постоянно моешь руки. И плюс мы все четверо находимся дома. То есть, никто сейчас ни в школе, ни на работе. И получается очень экономно, когда больше месяца мыло используешь. Аромат очень приятный. Пахнет персиком, очень приятно. Гель. Гель для душа. Вот, знаете, девчонки, хочу прям вот очередную оду ему спеть. От Санте. Она продается, он гель, продается в аптеке. Либо я вот заказывала на сайте фармакосметика. Так, поближе, чтобы вам показать. Аромавит. Романтичный дуэт. Парфюмированный этот гель для душа. Сирень и жасмин. Он не сушит кожу. Хотя это не кремовая основа. Цвет такой у него был сиреневый. Аромат настолько бесподобный. Вот в ванну, потом заходишь ее в течение часа. И пахнет вот этот вот жасмин сиренью. Но больше сиренью. Получила огромное удовольствие. Если будет возможность, если я в аптеке увижу, куплю еще. Замечательный просто гель. Когда-то в конкурсе я выиграла вот такой гель для душа. Это шоколадный гель для душа. Ну, с ароматом шоколада. 250 мл. от L'Etoile. Настолько красивый дизайн вот самого флакона, что мне было очень долго, жалко им пользоваться. Цвет такой действительно вот видно, наверное, шоколадный. И когда вот баночка, вот сейчас она прозрачная, но когда она наполнена шоколадным цветом, очень красиво смотрится. Она какая-то вот прямо замечательная. Единственное, если бы, например, покупала я сама лично, то аромат шоколада я бы не выбрала. Потому что я, ну, не очень шоколад. Вот кофейный я люблю. Но, опять же, шоколад разный. Бывает вот молочный какой-то шоколад вкусный. И этот был неплохой. Просто я не такой любитель шоколада, чтобы вот прямо вот пошла и купила именно шоколадный. То есть, если бы выбирать, я бы выбрала другой. Но гель хороший и шоколадом действительно пахнет. То есть, если кто-то любит шоколад, то понравится. Далее. Год назад, наверное, мне Елизавета. Если смотришь, Лиза, то огромный тебе привет. Елизавета Стай Лиза. Кажется, так у нее ник на ютубе. Но давно я уже Лизоньку не вижу на канале. От Тиандэ. Она занимается косметикой Тиандэ. Причем она такая со стажем уже. Консультант. Очень хорошие советы дает по этой косметике. Это у меня была соль. Соль для тела грейпфрут. 380 грамм. Я не знаю, вам видно или нет, но это огромная туба. Вот если 75 грамм. Видите, какие тубы? То тут реально огромная бадья. Просто если с любой рядом поставить, она большая. Аромат бесподобный. Пахнет грейпфрутом. Из всех цитрусов я очень люблю апельсин, мандарин и грейпфрут. К лимону я так спокойно отношусь. К лайму тоже. А вот эти три, это прямо вау. Классные. Аромат классный. Но сама соль, вы знаете, она не пенится. Просто соль. И она... Знаете, бывает соль кристаллизированная, такая вот остренькая. И какие-то вот ощущения, что все-таки ты скрабируешься. Этой солью просто возишь по коже. Ну, я не знаю, может быть у кого-то было и нравится. Напишите. Я ее не очень поняла. То есть, вот я после нее руками как бы повожу-повожу ею по коже. И беру гель для душа. И начинаю себя пеленгующими варежками мыть. Не было чувства, что я вымылась, когда вот этой солью пользовалась. То есть, вот если бы, например, покупать, я бы ее не купила. Но благодаря Лизе я ее попробовала. И очень рада, что вот она у меня была. И можно было сделать вывод. Поэтому, когда даже средство какое-то не понравится. Или ты его не понял. Все равно здорово, что оно было. Была возможность попробовать и понять, надо тебе или нет. Хочу показать Максимкино средство. Это уже огромный привет Жанули. И спасибо. Огромное спасибо. И от меня, и от Максимки. Благодаря ей у нас вот эти птички почти все были. Давайте я опять покажу поближе. Для тех, кто может быть впервые смотрит. Вот такая коллекция птичек. У Максимки благодаря Жанночке. Тут написано даже, собери всех героев. Сейчас, к сожалению, они не продаются. Вот сколько я не искала эту синюю птичку последнюю, так мы ее и не нашли. Но вообще птички я сейчас никаких не вижу в продаже. Видимо, это уже дело прошлого. Это был гель для душа. Спелый банан. Пах действительно бананом. Единственное, что вот дорогая упаковка, но вот сама консистенция, ощущение такое, знаете, не очень дорогого средства. Вот не знаю, как объяснить. Вот она как желе немножко. Но прекрасно пенится, прекрасно промывает, хороший аромат. Ну, не знаю, детскую кожу не сушит. Я не знаю, как со взрослой. Ну, вот Максимке нравится и баночку не выкидываем. Будем в нее переливать его другие средства. Потому что баночку он обожает. И прямо будем пользоваться дальше. Еще одно средство у него почти закончилось. То есть вот эта баночка пустая. Но в прошлый раз я показывала птичку белую. На ней было написано шампунь. И мы вот остаток этого шампуня перелили туда. Но так как мы им пользовались до середины, мнение свое уже можем сказать. Это идет шампунь-бальзам 2 в 1 для детей. Так как у меня мальчик с короткими волосами, я не могу сказать, 2 в 1 расчесываются ли волосы у девочек, если они длинные. Но вот Максимкин волосы промывал замечательно. Так, я не знаю, поближе может. А то меня девчонки иногда ругают, что фирму не показывали еще что-то. Кто-то меня когда-то спрашивал, у него очень ядерный такой вот прям вот, не знаю, видно, оранжевый-оранжевый цвет. Что не боюсь ли я давать ребенку пользоваться средством с красителем. Девочки, тут написано, что краситель пищевой. Вот. То есть тут краситель пищевой, поэтому он абсолютно безвредный. И моему ребенку даже не 3 года, а уже 10 год. Поэтому ничего страшного в этом нет. И вообще не боюсь и даже не задумываюсь. Жануль, спасибо тебе огромное и за это средство. Ты избаловала Максимку. Конечно, мы благодаря тебе столько используем средств хороших. Сейчас еще Катюшка Путякова ему очень много прислала. Катюш, тебе тоже огромное спасибо. Вот теперь начинаем открывать твои средства и пользоваться. Следующее. Еще один гель для душа нашла свой. Этот гель присылал тоже мне Катюшка Минченкова. Девочки, не знаю, мальчики, раздражаю или нет, но я так и буду все хвалить. Сегодня почти все закончилось из подарков. Катя мне присылала, я показывала уже коробочку, выкинула ее в прошлый раз. Там было 3 средства по 100 мл. Это третье уже я использую. Гель пилинг для душа. Клубничный. Мы уезжали, может быть, помните, не так давно, буквально 2 недели назад, в гости на 4 дня. И брала я этот пилинг с собой. Ну, приехали мы, приняла я душ, вышла из душа. И подруга мне говорит, Света, можно я тоже помоюсь вот этой прелестью? Аромат, ощущение, что я сварила варенье клубничное. То есть, настолько вкусно пахло. Вот клубничным вареньем. Что прямо вау. Единственное тут, ну, не знаю, минус или нет. В общем, вот эта вот помпа бесполезная, потому что тубы настолько жесткие, я уже об этом в прошлый раз говорила, что ее бесполезно вот открывать, закрывать надо, отвинчивать и лить через край. Но это не проблема, я отвинчивала и лила через край. Моей подруге тоже очень понравилось средство. То есть, использовали. Пока я у нее была в гостях, мы это все дело использовали. Очень понравилось. Следующий у меня закончился вот такой тоник для лица. Увлажнение и тонус от Фаберлик серия Этноботаника. Входит цветы Тиаре, ягоды Годжи, масло Карите. Это 30 с плюсом. Отличный тоник, не сушит. Ну, естественно, он не должен сушить. Хорошо увлажняет, тонизирует. И самое главное в тонике, он не липкий. Следующая. Чуть-чуть прямо осталось. Я ее, естественно, допользую, но уже покажу, потому что неохота мне. Вот потом, сейчас через 3-4 дня, ну пусть даже через неделю я ее опять положу, и будет большой объем. Вот, обращу внимание, это от Виши. Очищающая пенка, придающая сияние для чувствительной кожи без парабенов. Не знаю, вам видно или нет, поэтому читаю. Новая упаковка. Старая упаковка была вот такая розовая. Не знаю, вам видно сейчас или нет. Но сейчас она вот такая. 150 мл. Пенка бесподобная. Она, вот, знаете, воздушное. Ощущение, что вот моешь и как будто шелком гладишь себе лицо. Промывает отлично, не сушит кожу. Вот прям вот хвала этой пенки, она отличная. Мне понравилась. У меня кожа нормальная, нечувствительная. Ну, вообще проблем никаких не было. Промывает очень хорошо лицо. Я ее брала на фармакосметике. На нее был даже обзор и ссылки. На эту пенку нужно искать тоже, вот, где я ее покупала. На фармакосметике. Так, еще одно средство закончилось. Это крем для рук от Фаберлик. Вербена. Аромат вербены настолько вкусный, что, вот, постоянно у меня спрашивают, чем я подушилась. То есть, вот, знаете, лето, аромат цитруса, ну, вот, вербена, она пахнет, знаете, как лайм. Такой вот аромат у нее. И все время ощущение было, что в комнате, да, какой-то вот цитрусовый такой легкий аромат, когда я им пользовалась. Тоже, когда ездила в гости, брала с собой, использовала на руки и на ноги. Ну, не хотела я большую поклажу брать. И вот взяла его один и для рук, и для ног. Ну, понятно, для ног он слабоват. Но, тем не менее, вот, лето без проблемной ножки помыл и намазал тоже подошло. Ну, так, чуть-чуть увлажняю. Для рук замечательный крем. Вот, прямо, хороший, ну, летний вариант, понятно, потому что я зимой не использовала, не помню просто, на сухую кожу справиться или нет. Но для лета он мне был очень хорош. Так, еще, не знаю, сколько времени уже я там говорю. Над, или вторую часть. Ну, попробуем. Закончился еще один крем для рук, но не пугайтесь, это не за один месяц. Вот этот-то у меня закончился за последнее время. Этот крем для рук у меня был в течение двух лет. Когда я стала представителем Mary Kay, мне в подарок пришел набор. Я вам сейчас покажу сразу весь набор, хотя еще два средства, они еще не закончились. Ну, думаю, лучше рассказать обо всех трех сразу. Этот набор пришел вот в таком замечательном пакетике. Я его даже сохранила, потому что даже пакет хочется прорекламировать. У него вот такая липучка склеивается. Ну, и сам дизайн пакета замечательный. У этого набора и цена замечательная. Он, конечно, очень дорогой, но хороший. Вот это что за средство? Это смягчающее, знаете, такое как вазелинистое средство. Очень густой, вот прям вот густой-густой вазелин. Сначала нам его наносите, вот я покажу так поближе. Сначала наносите его на руки, размазываете прямо вот между пальчиками, как следует смазываете руки. Потом наносите скраб, вот этот, с ароматом персика. Прямо вот тщательно по всем рукам, опять так, знаете, как следует промазываете, разносите. И только после этого смываете руки. И потом наносите вот этот крем. Этот крем, по-моему, называется жидкая перчатка. Он действительно ведет себя как перчатки. Он, как бы, одевается на кожу и даже несколько раз потом будете мыть руки, он остается и защищает кожу. То есть, вот замечательно. Он сохраняет и влагу в коже, и защищает от пересушивания, и защищает от старения. Ну, замечательное, в общем, вот это вот трио. Забывала, конечно, я ими иногда пользоваться. Но вот два года и еще не закончился. Ну, вообще замечательно. Ну, крем-то побыстрее, видите, закончился. Тут 85 грамм, тут 60 и 220. Ну, к этой паре я добавила сейчас еще один крем, но уже не от Mary Kay, но достаточно питательный и жирненький. Поэтому, ну, буду продолжать ими пользоваться. Ну, возможно, в пустых баночках я об этих еще расскажу. Но пока вот этот идет уже в мусорку. Так, еще одно средство, непревзойденное питание. Это от Планета СПА, от Эйвен. Питательная маска для лица. Мне ее присылала Юленька, Юлюня Мака. Юлюнь, привет тебе огромный и большое спасибо. Отличная маска. Она действительно питательная. Она обалденно пахнет сладкими-сладкими чем-то вот конфетным таким сладким. Ну, вообще, вот хотя облизывая ее с лица, настолько она приятная. И действительно, она хорошо питала лицо. После нее вот ее смываешь и даже не было желания наносить какой-то крем. То есть, ее было достаточно. Так, следующее. Это крем уже для ног. 150 мл. От Эйвен Фудворкс. Сейчас эта серия вышла уже измененный дизайн. Но такой же хороший. С лавандой. Вылизала прямо на ура. Все до донышка. Цвет лавандовый. Приятный лавандовый аромат. Это самый, наверное, лучший для меня крем Вейвен. У них есть еще, знаете, бывают такие лимитированные версии, которые мне тоже очень нравятся. Вот был с гранатом. Хорошая и с макадамией классная. Вот сейчас с лаймом идет серия. Он слабенький. Вот это вот супер. Прямо отличный крем. Мне его хватило на 2 месяца каждый день использовать. Ну, 150 мл. Потому что в 2 раза больше. Обычно 75 мл. И мне хватает на месяц. Ну, может, чуть больше. Это прямо на 2 месяца хватило. Классная. Руки, ноги я постоянно защищаю. Так. Расскажу еще про одно средство. Это зубная паста от Рокс. Так. Сейчас саму пасту-то я поставлю. Тут у меня немножко осталось. Я просто вот сейчас ее с собой возьму. Допользую. И уже выкину. Не повезу банку обратно. Так. Зубная паста гель-кислородное отбеливание. Применяется в качестве дополнения к зубной пасте Рокс. Про деликатное отбеливание. В идеале, да. Сначала одной надо, потом другой. Я ее использовала в дополнение к любой зубной пасте, которая есть в наличии. Эта паста не пенится. Она идет больше, знаете, вот как лечебное средство. Обещает. Так. Я не знаю. Сейчас я, наверное, лучше наведу. А вы поставьте на паузу. И прочитайте. Так. И вот здесь тоже покажу. Просто эта зубная паста больше похожа на лекарство. Она глубоко проникает в эмаль зубов. И действительно выбеливает на 2-3 тона. Ну или до 2-3 тона. Не помню точно, сколько тут заявлено. 2 или 3. Но вы, наверное, прочитали, если я вам тут поближе показала. Детям до 18 лет ее использовать нельзя. И если ваши зубы склонны к чувствительности, она их сделает очень чувствительными. То есть у меня периодически, я даже переставала ей пользоваться, потому что зубы реагировали и на холодные, и на горячие. То есть она действительно так проникает и влияет. Второй раз не куплю, потому что такая тяжеловатая паста. Ее хранить можно только вот так вот вертикально, потому что такая у нее консистенция. И она идет не зафольгирована, потому что там даже было написано, что этого делать нельзя. Вот так она выглядит. И, как я сказала, она совсем не пенится. Я ей чистила буквально только зубки, которые, знаете, если улыбнуться очень широко, вот и все, что видно, вот я их чистила. То есть задние зубы я чистила обычной пастой, чтобы их не делать зазря чувствительными. Только то, что мне надо было вот немножко подвыбелить. Еще одна зубная паста, ну, тоже вот подошла к концу. Дочистим и выкину. Ей пользуется мой муж. Я уже говорила, он больше любит вот травные какие-то такие, более легкие. У него зубы достаточно белые. И ему отбеливание не нужно. Для меня эта зубная паста слабовата. Я люблю, чтобы мятой пахло. А тут пахнет, вы знаете, как детская зубная паста. Вот какими-то... Ну, вот или, знаете, вот в советские времена были такие вот легкие пасты, которые ничего не отбеливали, они даже, мне кажется, еще из них темнее становились зубки. Ну, не знаю, для меня это прямо вот совсем слабые, слабые. А муж сказал, ну, вот так себе. Вот, вот так. Что еще показать? Покажу вот такой дезодорант шариковый. Это тоже от Леночки Никандровой. Или сегодня я от Леночки еще не передавала привет. Леночка, привет тебе большой и огромное спасибо. Классный дезодорант справлялся со своей задачей. Единственное, я заметила в последнее время, что у меня рука к дезодоранту стала тянуться два раза в день. Вот потребности нет, а вот, знаете, как губопомадой намазать, и вот еще дезодорант взять и попользоваться. Не знаю, почему. Я себе даже в этом месяце купила два спрея дезодоранта, антиперспиранта, чтобы пшикать. Потому что что-то я стала, знаете, как губной помадой к нему прикладываться. Или просто эффект жары сейчас такой, что 40 градусов днем, наверное, инстинктивно просто тянешься, чтобы хоть как-то защищаться. Ну и в ванну точно так же. Закончились у Максимки два средства. Это шарики, бомбочки для ванн. Вот такие два разных. Один от Катюшки Путяковой, а второй ему, кто ему? Ксюша, по-моему, прислал, да, Ксении из Москвы. Ксюша, огромное тебе спасибо. Катюшка, тебе огромное спасибо. Про Фаберлик что могу сказать? Хорошее средство. Пенится замечательно. Ну как пенится? Шипит. Шипит отлично. Такой холодный эффект пока шипит. Ничего плохого. Вот это средство, оно такое кубиком было. Оно интересно, оригинальное, вот само по себе. Не похоже на шарики круглые. Даже как-то вот украшение ванной стояло. Но шипело хуже, намного дольше. Вот как-то вот не было такого вот взрывного. Но зато дольше. То есть побаловаться ребенку было все равно интересно. У меня такие шипучки все уходят к Максимке. Он это дело очень любит. Следующий привет, кто не устали? Надюшке. Надежда Полнакс. Ее так вот ник на ютубе. Надюша, очень скучаю по твоим роликам. Давай покупки свои показывай. Я ее постоянно призываю к этому. Но работа ворует у нас Катюшу. Спасибо огромное. Очень понравилась вот эта маска. Она хороша тем, что идет и на область, я не стала ее уже сушить и показывать, на область лица и шеи. Так, давайте я поближе вот так вот покажу. А что, у меня задом наперед или это я так вижу? Почему-то стало зеркальное какое-то отражение. Надо же. Маска антикуперозная с эффектом лифтинга, с экстрактом зеленого чая. Ультра лифтинг, эффект 40+. Тут я прочитала, что ее хорошо подержать в холодильнике перед применением. Что я с удовольствием сделала. И на хорошо очищенное лицо, после скрабика, она такая разгоряченная. Вот эта холодная маска, это было вообще просто вау. Как приятно. Ну, хорошая маска, понравилась. Особенно вот в жару, с эффектом охлаждающим. Это вообще было просто супер. Очень понравилось. Единственное, я не поняла, у меня задом наперед показывают, или я так камеру вижу. То есть, я сейчас вижу все в зеркальном отражении. Если вы тоже, то смешно я вам пасту-то показывала. Все, наверное, успели прочитать, да, и перевести. Ну, не знаю, надоело или нет, но покажу в очередной раз. Знаете, это как из серии для тех, кто не понял. Все предыдущие 4 раза, да, я 5 покажу. Классное средство. Для волос долго говорить не буду, конечно. Но в этот раз обещаю, я ее, правда, выкину. Потому что она закончилась. Анатолий, еще раз тебе спасибо. Это Тата Матата мне присылала. Мне кажется, уже за меня все говорят, и это мне повторяюсь одно и то же. Укрепляющий комплекс для волос в ампулах. Мне просто последний раз я показывала про волосы, девчонки говорят, покажи поближе. Но так как я вижу все теперь зеркальное отражение, давайте я прочитаю. Может быть, вы и увидели. Компания или фирма домашние рецепты против выпадений идет. Укрепляющий комплекс. Укрепляет корни волос, стимулирует рост волос, питает кожу головы. 3 в 1. Здесь 8 ампул. Очень вкусный аромат. Наносится на 40 минут на корни волос. Да, да, на 30-40 минут. Держите, потом смываете. Замечательное средство. Вместе с витаминками у меня волосы укрепились. Замечательно. Очень понравилось. Рекомендовать продолжаю. Вот все. Последняя ампула. И последняя для тех, кто остался со мной до конца. Использовала, вот когда я ездила в поездку, о которой упоминала, от Clorans. Вот эти два пробника день-ночь. Я не знаю, что тут можно ли прочитать. Не вижу я, что за кремы. Ну, в общем, вот они выглядят вот так. Если вот поближе, то выглядят они вот так. Оба. День и ночь. Отличные кремы. У них приятная текстура. Очень приятный аромат. Вот прямо... Я тут чем-то напачкалась. Вот взяла бы себе, если бы была доступная цена. Присылала тоже мне Надюшка на одежда полных. С огромной тебе, Надюш, спасибо. С огромным удовольствием. Вот я четыре дня ими пользовалась. Мне хватило, кстати, на все четыре дня. И очень понравилось. Все. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо тем стойким, кто остался до конца. Вот так много у меня опять накопилось баночек. И когда девчонки говорят, куда тебе столько запасов, посмотрите, сколько ежемесячно кончается. Сколько еще к концу подошло, и я не понесла сюда. То есть, банки действительно заканчиваются быстро. Семья огромная, четыре человека. Все мы моемся, мажемся, красимся. Две женские головы. Это вообще катастрофа, если запасы маленькие. Поэтому действительно все заканчивается быстро. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok